Добрый вечер. Тема самосуд. Вставайте сразу же. В уголовном кодексе самосуда нет. Есть убийства, есть побои. Так или иначе, это никак не смягчает вину. Ну, я посмотрел все последние случаи самосудов в России. Люди садились, ну, может быть, чуть-чуть помягче им при него. Там от трех на пятнадцати получали, от трех на восьми. Так или иначе, все садились. Все на одного. Люди, которые пишут больше всего, они сами не способны на такие сильные волевые действия. Но пострекатели они классные. Тридцать один год назад я два года ходил, у меня в кармане была отвертка. Но я всем знакомым рассказал. У меня в кармане отвертка. Всем рассказал. И никто не рыпался. В моем случае. Давайте посмотрим, что у них. Что они пишут. Какая-то Алена Алена хочет послать ворошиловских стрелков и говорит, что у самой бы рука не дрогнула, башку всем прострелить. Другая дамочка тут обрезала ее имя-фамилию. Ник. Всю семью нужно оперативно вырезать. Больная. Ой, какие они больные ямы. Светлана Николаева. Очень известная она, яма. Пора мочить от наростков. Последние предложения читайте. А все для этого это все обзывательство, оскорбление. Следующее. Людмила Боровинок. Биомусор, короче, у нее. Давайте про биомусор поговорим, поговорим буквально минуту. Доказано, что это бред. Гитлер был неправ. Австралия. Все они, потомки Катаржан, все. Потомки биомусора. Короче, это бред. Но в случае с Людмилой Боровинок, вот может быть она биомусор. Для нее сделаем исключение. Елена Заворотня. С днем рождения, поздравляет Андрея. И ставит свечку за упокой. И будь ты проклят. Проклятие посылает. И вам того же, Елена, по тому же месту. Какие дуры все-таки. Дальше. Самира Ахметова. Дай Бог, чтобы отморозки пропали бесследно. Чтобы как вот, дядь, всем бесследно пропали. А Галина Сезамская, вот смотрите, где она нашла фотографии детей и травмную ленту, больная. Галина, сразу психушку тебя бы отвез. Что я хочу сказать этим подросткам, парням, двенадцати. Сильно, в принципе, опасаться не надо. Но вот я знаю, что на вас нападали уже. У них с волевой сферой непорядок. Они на компульсивное действие, как бы, способны. А вот что-то планировать нет. Но электрошокер в кармане носить надо. Так вот даже вот его достать, тиш-ш-ш. Они сразу очканут. Они так-то все трусы. У них, они все больные. Всем надо лечиться. Не надо им бояться. Но электрошокер носите. А вот этим вот, кто это писал и так думает. Особенно мужчинам. Слушайте, что-то делайте с собой. Ну, на самом деле, вот, биомусора не существует. Но в вашем случае, вот, что-то, как-то вот непонятно. Всем спасибо. Всем пока.